походик на три дня еду к озерам потому что жара стоит жесткая 32 градуса обещают все три дня моего похода хочу заехать на озеро свирь посмотреть на голубые озера потом заехать на озера которые граничат с литвой прямо так на половину пол озера беларусь пол озеро литва посмотреть на браславские озера запада посмотрю достопримечательности местные какие-нибудь костелы церкви начиная с маргоне заканчиваю в друе все добрый шлях и и а и и и какой-то микро ручей впереди может быть даже не не брод сейчас будем пробираться раз играла на руку все пересох какая прелесть под эту песчаную горку я не сберусь все что грызет за спину больно так где дорога не вижу на роль кто-то меня кусает больно как больно какой-то не самый удачный полнейшее бездорожье вообще все перекопано видимо выкапывали старые ели и сосны иду просто на последнем издыхании чай должна должен быть поворот направо если его не будет все приехали аллилуйя а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Костел в Жодишках... К сожалению, он закрыт... Сегодня четверг... И, наверное, все костелы будут закрыты по пути... Как и завтра... Только в субботу, возможно, что-нибудь будет открыто... Ну, что ж, едем дальше... Продолжение следует... Шикарное расписание у автобусов... За мной сейчас костел... Деревня Ништанишки... Не очень понимаю, как произносить... Проехал уже 50 километров... Очень жарко... Закончилась вода... Сейчас в деревне буду искать... Колодец или... Какого-нибудь доброго... Сельчанина, который меня напоит... Костел смотрится шикарно... Очень хочется купаться... Сейчас перекушу... И буду уже двигать в сторону озера Свирь... Кажется... Да... К озеру Свирь... Там укунусь 100%... Потому что уже невозможно... Ух, божечки... Ух, божечки... Ух... 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 Это будет страшно немножко... Победа! Повезло, нашел костел, который открыт... Сверь... В Свери... Пойду смотреть, что внутри! Снимать! В магазине местные пакеты продают. В магазине местные пакеты. 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 Красоты просто потрясающие. Видно не знаю на какую глубину. Метра на 4, а то и больше. Если бы я не был так близорук, я бы мог сказать точнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такую горку пешком мне там попросту забраться. Груженую виллу все тащить. Все, приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая жесть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто сумасшедший подъем. Чуть затащил вел. Естественно, я вот тащил, а не ехал на нем. Не знаю, насколько видно на видео будет, но тут просто ад. Корни, песок, бешеный угол. Все. Надо успеть, хотя бы пока совсем темно не стало, поставить палатку. Уже дико опаздываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я не пролез. За что? На мою больную голову попался еще и брод. Ладно, хоть мелкий. Я уже, честно говоря, устал, да и темно. Ну, и я не хотел брода сейчас. И я не хотел брода сейчас. Озеро Балдук ночевал тут на туристической стоянке. Всю ночь шел дождь, немного подмерз, но зато красота неописуемая. Уже думал ехать, но сейчас думаю, что будет грех, если не окунусь. Все. Не буду сам себя корить. Можно? Я приглашаю вас присаживайся. Я приглашаю вас присаживайся. Субтитры делал DimaTorzok Голубые озера. Сейчас еду по любимому грейдеру. Весь грязный, потный. Ничего не поделать. Еду в сторону Лунтупов. Посмотрим, что там. Дорога от озер в сплошной грейдер, причем стиральная доска супер высшего качества. Ехал по обочине, там где песок, еле-еле. Пару слов о Голубых озерах. Искупался в двух. Голубля, кажется, называется. Вот там, где вышки, и можно нырять. Просто шикарнейшее место. Всем рекомендую. И потом стоял около озера Балдука. Там тоже искупался. Вода такая же прекрасная. Просто не описать словами. Правда, дождь мне подпортил дорогу обратно. Упал в какую-то речку. Ну, немножко. Не то, что упал. Просто ноги намочил. Ну, и весь грязный, конечно, покусанный. Ну, так и должно было быть. Все, сейчас еду в центр Лунтупов. Если реально, то раздобуду чашку кофе. Это то, о чем я мечтаю на второй день. Пока в Лунтупов не удалось. Только глазированный сироп. Сейчас съеду на поставы. И по пути заеду в Камай. Посмотрим на древний костел оборонного типа. Заправы по пути нет. Так что, если и попью кофе сегодня, то это только в поставах. Там, где были руки, утром будут гладить волосы. Море перлом утром не покладит волосы. Не вытасима на года души. Я царапина, что тянется длиною в жизнь. Я вижу, как молятся мухи, Как муравьи, словно крест свои щепки несут. Я сошла с ума в сошедшем на меня цветом духе. А значит, меня спасут. Земля изводит меня Я выехал к белому озеру. Надо окунуться. Еду вдоль литовской границы. Проехал деревня Бучаны. Отсюда видно прекрасно, что нас в Литве и в Европе не ждут. Вон стоит забор вдоль реки с колючей проволокой. До заката остался час. И я, походу, приехал. Понятия не имею, что мне делать. Позвонил по номерам, которые там снизу написаны. Никто трубку не берет. Что-то, мне кажется, рисковать и связываться с нашими пограничниками не стоит. Чудется менять трек. Поеду. Не знаю, куда я поеду. Куда-нибудь поеду. Но пока я поеду назад. Посмотрю по Яндекс.Картам, куда мне можно добраться, чтобы переночевать. Потому что до конца маршрут еще довольно далеко. Планировал еще километров 10 сегодня проехать. Не знаю, что любилось. Сейчас еду обратно. Чудесному Грейберу. Ехать на Дресс-Вят я решил в следующий раз. Потому что это все меня ломает. И я просто завтра не успею на поезд. Решил поехать переночевать в каком-то хостеле. Мне посоветовали Вогинское лесническое. Не знаю, что такое ехать 17 километров. Пока спасной Грейдер. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, часа за полтора доеду. Все, я там уже буду чилить. Дорога долгая Натура больная Скорей выйду туда Субтитры создавал DimaTorzok Зелился в дом рыбака. Номер стоит 16 рублей. Находится в богинах. Кажется, в богинах. Где-то между высоким озером и богинским озером. Очень устал. Много лишних километров накрутил. Все, обрубаемся. Ночевал отлично в доме рыбака в богинах. Теперь еду снова по любимому Грейдеру. О, боже. За ней еду. Сегодня будет упрощенная программа. Пожел съездить на гору Маяк на Брославских озерах. Посмотреть там что-то как и дальше буду успевать либо через Брослав поеду в Друю либо через север озер. Сейчас еду на дорогу. Можно было, конечно, ехать дальше по Грейдеру, но это просто невыносимо уже. У меня за ночь так и не отошли руки затекшие. Особенно правая почему-то. Вот, так что двигаюсь в сторону трассы. Лучше с фурами, чем этот Грейдер. Асфальт. А, тут какая-то невероятная красота. И костел, и застройка сохранилась старая. Очень здорово. Пойду попробую зайти в костел. Двери открыты, но ворота закрыты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok После маяка Ехать обратно на Браслов И по асфальту пилить вдру Уже к поезду. Но под Брасловом В кафешке увидел плакатик Веломаршруты И прямо веломаршрут такой, какой я строил по северу от Брасловских озер Думаю, ну окей, написано Асфальт, грунт, гравейка Здорово, думаю, поеду Но что я слабо себе представляю Точнее, не я, а составитель этого маршрута Что такое велосипедный маршрут? Гравейка? Вот это тот грейбер? Это ни разу не веломаршрут Это Наказание Короче, отбиваю руки Не знаю Что будет дальше Может быть дальше что-то поменяется Но не похоже на это Еду по северу от остатки озер И уже на дружу Еще немного на север от маршрута Заехать в Плюсы Тоже Шикарный костел есть Наверное, все закруто Доехал до Трули Еще три часа до отруления поезда Есть время показать шикарное Иврейское кладбище Хочется спеть песню Видишь, там на горе Возвышается крест Но креста тут нет Максимум звезда А вот и звезда Я в Друе За мной западная двина За западной двиной Латвия Это конечный пункт Закончились все батарейки Закончились повербанки Сейчас пойду на вокзал за билетами И пару часов все отдохну тут В итоге получилось 320 километров Плюс еще пару километров За три дня Первый день 90 Во второй день 130 И сегодня чуть больше сотни Отус закончен Я доволен Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok